Добрый день. Мы начинаем говорить об артефактах на ЭЭГе. Под артефактами мы понимаем повторные регулярные или ритмичные волны, встречающиеся одновременно в нескольких отведениях и не являющиеся результатом электрической активности головного мозга. Кстати говоря, если активность ограничена одним электродом или каналом записи, то она всегда должна считаться артефактом, пока не доказана обратная. Итак, движение глаз. Глазное яблоко представляет собой электрический диполе, в котором роговица имеет позитивный заряд относительно сетчатки с разницей потенциалов примерно 50-100 микровольт. Вот мы видим на ЭЭГе 15-летней девушке с повторными эпизодами дневной сонливости и короткими эпизодами паралича, вызывая его смехом. Руки на ЭЭГе демонстрируют 15-минутную пробежку рем-сна. Многократный тест задержки наступления сла, Multiple Sleep Latency Test, подтвердил диагноз наркалипсии. Вот тональное движение глазных яблок на ЭЭГе проявляется позитивной волной под тем электродом, на который, в кавычках, смотрит пациент, что объясняется положительным зарядом броговицы относительно сетчатки. Если пациент смотрит налево, на двусторонную стрелку, то позитивная волна определяется слева под электродом F7, что делает его позитивно заряженным, а F8, соответственно, негативно. Если пациент смотрит вправо, то возникает противоположная ситуация, указанная звездочками. Рем-сон у здоровых детей не возникает сразу при засыпании, он отмечается только в конце первого полного цикла сна, от первой до четвертой фазы медленного сна, и потом обратно от четвертой до первой. И наступает рем-сон примерно через полтора часа после засыпания. И если же рем-сон появляется сразу после засыпания, ранний рем-сон, то у пациента следует подозревать наркалипсию или депривацию барбитуратов или алкоголя. Медленное движение глаз наблюдается у детей старшего возраста и взрослых при засыпании. Медленные волны, менее долгий отц, с инверсией фазы под F7 или F8, такой же маркер сонливости, как исчезновение альфа-ритма. Активация подоактивности в лоб на центральных наведениях и диффузно-ритмичная тета-активность спереди. Мы видим на ЭЭГ засыпанию истиления девочки с медленными движениями глаз. Когда глаза отклоняются влево, позитивно заряженная роговица левого глаза приближается к электрону F7. Под ним возникает позитивность. Кривые самописы расходятся, а под F8, соответственно, негативность, они сходятся с двусторонней стрелкой. Когда глаза отклоняются вправо, все происходит ровнооборот. Указан звездочкой. Горазонтальный нестагм, норме и двустороннее проявление, однако может казаться двусторонним, манифестируя позитивную волну со стороны быстрой фазы нестагма, когда позитивно заряженная роговица приближается к F7 или к F8. Вертикальный и рататорный нестагм встречается реже, и его увидеть труднее под электродами F1 и F2 из-за низкого вольтажа. Ну вот ЭГ 8-летнего мальчика с перманентным горизонтальным нестагмом, вражденный гидроноцефалией, грубой задержкой развития. ЭГЭ демонстрирует уплощение основной активности и быстрое ритмичное движение глазных яблок по направлению к электродам F7 и F8. И, соответственно, когда глаза поворачиваются влево, позитивно заряженный роговица создает положительный заряд под F7. И, соответственно, отрицательный под F8 указан стрелкой. Таким образом, по результатам ЭГЭ видно, что это не эпилептический нестагм. Другой пример горизонтального нестагма. После артефакта закрывания глаз, контурная стрелка. Глазный яблок рефлекторно стреляется вверх, что ведет к появлению позитивного потенциала под F1 и F2. С резким указанием его амплитуды под расположенную выше на голове F3 и F4. Разница потенциалов под этим электродом ведет к отклонению первого самописца вниз в отведениях F1-F3 и F2-F4. Затем, когда глазный яблокер стреляется к низу, мы видим противоположную ситуацию. Наконец, при повороте глаз влево во времени стагма мы увидим позитивный пик под электродом F7, указанный двусторонней стрелкой. Здесь мы видим воплощение основной активности ритмичного натурального движения глазных яблок. Здесь горизонтальный стагм с быстрым компонентом влево. Нередко не стагм более заменит с одной стороны, куда направлена его быстрая фаза за счет позитивного заряда под электродом, который генерирует положительно заряженная роговица. Благодарю за внимание.